Флор одновалентен и находится в районе флора, то есть в самом крайне правом конце строки, переданном каждом. Ясно, то есть это флор одновалентен, водорода тоже всегда, как у Валентина, с ними единица. Вот она, очень простая структурная формула. Вот это вещество будет называться соляная кислота. Отлично. А вот сейчас значительно более хитрый вопрос. Две другие кислоты выписываю стандартную количественную формулу. H2SO4, серная кислота, и H3PO4, хостерная кислота. Вот это значок серый, вот это значок хостерый. А сколько? Да. Валентность серая. Ну, сейчас я вам открою секрет. Как вообще-то считается валентностью. Для удобства. На всякий... Это вот просто такой технический прием. Посчитаем, что валентности у водорода всегда их будем называть положительными, плюсами. А валентностью у кислорода всегда будем считать отрицательными. Минус. Каждый кислород сколько валентин? Каждый кислород сколько валентин? Всегда. Двух валентин, а их четыре. Сколько минусов у нас? Неверно. Восемь минусов. Восемь минусов. Каждый атом двух валентин, а их четыре штуки. То есть все кислороды могут образовать восемь соединений. Вот это отрицательная валентность. А водород сколько из этих больших занимает? Два. Только два. Каждый атомодород один валентин. Значит, сколько валентностей кислорода остались свободными, незаметными? Двух валентин. Шесть. Кто на них сидит? Сера. Сера. Понятно, как можно высчитать валентность неизвестного вам элемента по семейской форме. Итак, валентность серы в этом соединении шесть. Теперь попробуем ту же самую игру с фосфорной кислотой сыграть. Валентность фосфора, фосфорной кислотой пенсии. Ну а теперь попробуйте структурную форму. Как собрать атомы, чтобы получить? Вот я говорил, молекулы это конструктор Лего. Собираем детальки в некоторой последовательности и получаем вещи. Собрать те же атомы в другой последовательности, получится и в другой вещи? Да, мы сейчас и разберемся. Дело в том, что можно построить несколько непротиворечивых схем для этих вещей. Но реально существует только одно всегда. Вот она, реальная фосфорная кислота. К фосфору присоединены три OH-группы, а на оставшихся двух валентностях, вот три валентности фосфора заняты присоединением OH-групп. Сколько у него осталось свободных? Две. Осталось две. Всего валентность фосфора должна быть пятерка. Три из этих пяти заняты, он жгруппы. У фосфора осталось две свободные валентности. Но мы же только три кислорода задействуем. А в молекуле четыре кислорода. Значит, кто висит на двух оставшихся валентностях фосфора? Кислород. Вот она, структурная коммуна фосфорной кислоты. Хорошо. Ну, кто будет серной кислотой? Подождите. Можно потом нарисовать? А потом вы потом нарисуете, прошу вас. Валентность серы должна быть шестеркой. Нарисовая серу, провели шесть черточек. Шесть валентных облаков. Отлично. Две валентности заняли OH-группы. Осталось четыре. Абсолютно верно. Вот она, структурная кислота. Хорошо. А теперь фантомы. Прошу вас. Посмотрите, сейчас все условия будут вымолены. А соединений такого не бывает. Абсолютно. И в какой фантом? И в какой фантом? Ну, в какой фантом. – В какой фантом? – В какой фантом? В какой фантом? на самом деле две вариантности и мы можем изобразить вот такой кружочек с кислородом. Вот здесь получается, вот здесь получается. Хорошо. А теперь давайте подумаем, почему такого не может быть. Пробуем. Ну, просто про то это минус, все минус соединяется. Ну, раз. Молекулярный кислород, О-2, да? Там же кислород с кислородом соединен, вот так, и ничего вроде не мешает. Да. Вот, 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 вот. Помните, сколько пиоблаков из кислорода торчит в разные стороны? Три, да? По всем, по всем, по всем, да? У всех и облаков какой заряд? Ну, вообще у всех электронных облаков все решательные заряды. Так вот, нельзя так кислородом в пространство из кислорода. Они просто, вот, так сталкиваются облаками. Не замкнут они такое количество. А вот так вот, совершенно достаточно. Давайте посмотрим. Вот это вещество называется кислота, соляная кислота. И вот эти две молекулы, это тоже кислота. Серная кислота и кислотная кислота. Что же называют люди кислотами? Ну, во-первых, это соединение у которых какой вкус? Кислот. Понятно любому разумному человеку, что попытка попробовать на вкус серную кислоту или азотную кислоту, попытка нездоровая. Нормально этого делать никогда не будет. Даже концентрированную уксусную кислоту не рекомендую пробовать на вкус. Концентрированную? Ну, если очень хотите получить такой ожог, язык, зуб и булки, да? Можете, конечно, побаловаться. Нет, нет, нет. Вот. Вообще можно и серьезно отравиться концентрированной лимонкой. Кислоты называются кислотами. И почему у них кислот? И откуда берут все остальные свойства характерных для кислот? А ну-ка, давайте посмотрим. Хлоу у нас валяется в самом правом конце строки. В самом правом конце периста. Это значит, что он электроотрицательным или электроположительным? Электроотрицательным. Очень электроотрицательным. А вот так? Электроотрицательным. Значит, здесь у нас гигантский плюс набрался, а здесь минус. Засовываем такую малюку угол. Что произойдет? Присовет не притянут. Ничего не будет. Ничего не будет? Сюда, где поле, притянутся? Да. Да. Сюда притянутся? Да. Ага. Ага. Как только энергия притяжения к диполюм, энергия взаимодействия с диполюмом, станет больше, чем энергия света. Что произойдет? Энергия света. Энергия света. В результате хлор оградит водород. Разница у них огромная. И во что превратится в водород? В йон. В йон водорода. В голенький протон. С него сорвали электрон, остался один одинокий протон. Хорошо. Хорошо. Отлично. Покор превратится в отрицательный йон, приобщив к Сиберию трон водородом. На самом деле, ровно такая же история произойдет здесь. Разница в электроотрицательности кислород-водород очень большая. Поэтому в такой молекуле точно так же будет соединяться диполем. И что будет делать с этим водородом? Отрывается. Во что будет превращаться этот водород? В йон водорода. Так? И этот водород, и этот водород, и этот водород. Определение кислоты. Кислота – это любое вещество, являющееся источником йонов водорода. Наши химорецепторы на языке, нервные клетки, ответственные за восприятие курса, просто настроены на регистрацию йонов водорода. Если йон водорода вашей пищи появился, рецептор активировался, и вы ощутили какой вкус? Кислый. Через недельку наших занятий вы немножечко начнете представлять себе, как работают ваши углы и чувства. Что такое обоняние, что такое связание, что такое зрение. Пару недель немножечко начнете представлять себе, как работают ваши мозги. То есть, как работает нейрон, как осуществляется управление вашим организмом, и там подобные вещи. Но для этого нам было абсолютно необходимо разобраться вот этих химических и физических азарт. Вопрос. А если когда просто кислоту, водород, вот все реакции, вот потом, когда водород в кислоту, что происходит? Почему? Не взрыв. Не взрыв, конечно. Ребята, только по-вашему. Если вы берете избыток воды и начинаете туда медленно обливать кислоту. Кислота быстро разбавляется. Ну да, воды много, кислоты мало, она быстро разбавляется. А дело в том, что вот эти реакции, при которых придется отделение водорода, идут с выделением тепла. Если кислота быстро разбавилась, у вас концентрация упала, тепла выделяется не очень. Теперь вы берете концентрированную серку и плеснули туда воды. Вот в том месте, где вода взаимодействует с серной кислотой. Сколько у вас тепла будет выделяться? У вас там концентрированная кислота. Это место вскипит. Из-за кипения брызги во все стороны, пожалуйста, концентрированная серная кислота у вас на руках, на одежде, на лице, на где угодно. Поэтому, во время химических экспериментов, никогда не лью в голову кислоту. Только наоборот. Кислоту в голову. И небольшими порциями. А если в кислоту сразу 5 литров воды выделять? Угу. Классный. У вас дома газовая печка или электрическая? Электрическая. А микроволновка есть? Отлично. А если вы откройте микроволновку, отключите у нее блокатор, засуньте в нее голову и включите микроволновку. Тот посмеемся, тот будет здорово. Можно еще иначе сделать. Включить духовку в электроплите, подождать немного, там минут 15, а потом туда голову засунуть. Жареные уши, это ведь так круто, так здорово, да? Ребята, глупые игры с химическими веществами, по принципу, вот давай-ка вот этого посмешнее и поинтереснее, кончаются выгодными глазами, так готовыми пальцами, тяжелыми отравлениями дыхательных путей и пищеварения, никогда не проходящими ожогами. Ведь след от химического ожога останется на всю жизнь. Это так называемая коллоидная эрупция. Избавиться от него нельзя долго. Так что давайте, давайте, экспериментируйте. Вы не оставите без работы ближайших к вам врачей, у них будет своя практика, будет чем заняться. Кислоты имеют еще массу общих слоев, которые вы будете долго и внимательно проходить в школе по химии. В частности, все кислоты отлично реагируют с всеми металлами. Давайте вспоминаем, какие вещества называются металлами. Моя праздник Варина. Которая плохо держит свои электроны. Которая плохо держит свои электроны. Левые участники строки. Да? Каждый период начинается с металла. В чем дело, кто там будет реагировать? А давай, смотри, вот у дорог нас слетел. Что осталось от серной кислоты после того, как от него слетели два дорога? Смотрите, как эта реакция записывается. Записывается она вот. H2SO4, нет? Развалилась на два ион водорода. И что еще? Здесь мы убрали. SO4, но какой знак будет SO4? Минус. Минус один? Минус два. Минус два. Дело в том, что два электрома. Вот эта группировка получила два лишних электронов. Так? Вот это хозяйство. А не он. Отрицательный ион. Оставшиеся после того, как у дороги оклепились, будет называться, да? Кислотный остаток. Остаток от кислоты, да. А смотрите, здесь как лопат. Наливаешь, ну, кислоту, кладешь в манну, например. Вопрос. Почему тогда вот реально здоровье хорошо выделяется? Правое здоровье. Смотрите. Проведем не реакцию диссоциации, а не реакцию распада. Сергей. Пойдем кислоту и воды. А допишем вашу реакцию. Магния – металл. Соответственно, какая у него реакция отрицательности? Низкая. 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 Он плохо держится. Он очень плохо держится. Так. У магния вариантов двое. У него два варианта. Вы хотите обязательно с серкой или можно с солянкой? С солянкой и прочее. Здесь будет ровно такая же история. В солянной кислоте что будет являться кислотным остатком? Кислотный остаток – это то, что остается после того, как от кислоты отворился в дорогах. В солянной кислоте? Хлор. Хлор – просто йон-хлор. Йон-хлор, у которого выходит сколько лишних электронов? Один. Один. Это понятно? А хлор – электроотрицательный или электроположительный? Положительный. Положительный. В результате что оказывается? Оказывается, что у магния электроотрицательность еще ниже, чем у вторых. Он еще хуже держит свои электроны. Поэтому, что произойдет? С кем лучше соединиться хол? С водородом или с магнием? С магнием. Эта хозяйка будет называться вытеснением водорода. Активные металлы вытесняют водород из кислоты. Они просто занимают место водорода. Почему? А у них электроотрицательность еще нет. В результате мы получили соединение металл плюс тислотный остаток. Вот такие соединения называются соли. Химия. Вот это соли. Магния. Магния. Кстати, этой соли предостаточно морской воде. Поэтому морская вода не просто соленая, она горьковато соленая. У соли магния горьковатая вода. И заметное воздействие на наш организм. Работает как активное слабительное. Магния. Потому что если вы во время купания, как следует, наклепали с морской воды, ну, глазурь-то, азов, море вообще почти пресное. Ну, а если вы были где-нибудь на океанических морях, ну, я не знаю, там, на Японском. Мертвого моря. На чем? А, в Мертвом море лучше вообще ничего не наклепать. Там вот такого наклепается, что вам не покажется. Черная моря. Черная моря тоже достаточно пресная. Оно с океаном, как соединено. Через мраморное, а мраморное через Средиземное. А Средиземное все это в океан открыто лученьким проливом. А Красное море? Красное море тоже. Там был Лимандевский пролив в горле. Красного моря. А Балтик? А Балтик? Балтик? Белингово. Вот Белингово море, открытое море. Оно с одной стороны полностью открыто. В Европе Северное море, Норвежское море, это конечно открытое море. Вот у них океаническая соленость. Если вы хлебнете водичку из океанического моря, вы этот вкус запомните навсегда. На почве будет солено. А это не будет в нашем поселе вкусом? Нет, не будет. Отравиться от одного гладка. Ну, если вы вредно не проглотите какую-нибудь заразу, или продукт выбросов с ближайшего океанического лагеря. Пить некипяченую воду в наших современных условиях, ну, крайне не рекомендую. Человек, что умудрилось таковку, он сотворяет вокруг себя, что нацеприровать нужно все что угодно. Итак, взаимодействуя с металлами, кислоты дают солено. Все химические свойства кислоты мы даже брать не будем. Нам для нашего курса в этом необходимости нет. Вы это все подробно разберете на химии, когда у вас будет химия. А мы сейчас поговорим о совершенно группе веществ противоположной кислоты. Берем какой-нибудь активный металл. Ну, будет все самое активное. Их будут называть еще овощные металлы. Вот там, я не знаю, калий. Да? Или натрий. Литий не обязательно. Хорошо. У него отвратительное электротрясение. Он очень плохо держит свою литру. Поэтому, если его даже не в кислоту засунуть, а просто в коку. Что происходит? Вот у нас АХ2О. Калий вычиснет водород. Водород выстучен. И мы получим соединение калий в АХ. Едкий калий. Очень активное соединение. Ожоги на коже оставляют страшные. А из-за чего? Как бы... Сейчас увидите. Как бы вещества такого типа... Посмотрите, кислоты, кислородные кислоты. Вот эти у АХ есть, да? И у этого калия ваша. Группа вроде та же самая. А свойства будут противоположные. В чем дело? А у нас... Эти у АХ присоединены к металлам или не металлам? Не металлам. Это не металл. Активный не металл. А здесь? Нет. А здесь активный металл. Свойства оказываются полностью противоположными. Такого сорта соединения будет называться основанием. Скажите, пожалуйста. Основания, если их добавить в угол, будут выделять? Поглощать. Или, наоборот, поглощать? Поглощать. Поглощать. Итак. Основания. Основания. Эти вещи. Поглощающие ее в угол. И тепло они тоже поглощают. По-разному. Температурная реакция, что-то достаточно сложная. Потом, как я так говорю. Итак. Основания. Это вещества поглощающие ее в угол водородов. Поглощать. 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 А вот диполь...? Да. Диполь. Отлично. У водородов какие колеса положительные? У кислорода? И в воде происходит вот такое взаимодействие. Сюда притянулось, понятно, что кислород минус. Это взаимодействие взлом и разошлало малеку воды. На что поделился малеку воды? Правильно. Вода частично диссоцирована. Сама по себе. При этом вода является источником водорода. А это значит, что ее можно считать, относившись к какой группе соединений? Она источник иона водорода. Но одновременно с этим вода источник OH-групп, который будет активно поглощать иону водорода. Вода одновременно и кислота, и основания. В любой нормальной воде будет существовать не только целая молекула OH-группа. Вода будет находиться в равновесии ионного водорода и волоскопа. Если взять и всех сложить вместе, то мы получим совершенно нормальный молеку. Никто не в избытке. Другое дело, что на практике часть из них, на самом деле, не сложная, а разворотная. А это значит, что в стакане воды, который вы там собираетесь, свободный ион водорода есть? Есть ли свободный ион водорода в любом объеме воды? Есть, конечно. Под действием чего они произошли? Под действием того, что остальные молекулы порвали некоторое молекулы воды на OH-группу и водородов. Потому что некоторое количество ион водородов свободно есть, и в самой, что ненавидит, чистой воде. Молодой вопрос. Почему там около кислорода еще делали? Дело в том, что около кислорода такой заряд. Даже такая зарядка у кислорода. Вот у вас есть вода, да? Кислород – это электроположительный или электроположительный? Электроны сильно тянут? Сильно тянут. Где электроны чаще воды молекулы? В районе кислорода или в районе здоровья? Узнаете, какой заряд в районе кислорода? Положительный. Как положительный? Здесь чаще электроны. Конечно, здесь минус. У другой молекулы воды. Что-то здесь ровно такая же была. В районе кислорода у него какой заряд? Отридцательный. Отридцательный, а в районе здоровья? Положительный. Положительный. Как ведут себя разноименные заряды? Разумеется. Притягиваются. Поэтому кислородный конец любой молекулы воды, кого будет притягивать? Другие молекулы воды просто с какой стороны притягивают? С кислородной или с водородной? С кислородной. С кислородом. На кислородах всегда какой заряд? Отридцательный. Отридцательный. А как ведут себя одноименные заряды? Отталкиваются. Отталкиваются. Может ли кислородный конец молекулы воды притянуть другую молекулу воды к кислородным концом? Нет. Отталкиваются. А каким концом может? Водородом. Водородом. Понятно? Вот эти две молекулы притянулись к водородными концами. А к водороду вода какими концами может притянуться? С кислородной. С кислородной. И под действием этого взаимодействия молекулы воды порвали. Разорвали нагион водорода и отрицательную заряженную влажку. Вот так. Ну а теперь тот значок, с которым мы часто сталкиваемся в рекламе. Совершенно не понимаю, о чем идет речь, но тем не менее. Измеряют степень кислотности или основности раствора при помощи шкалы pH. Шкала pH. Написываются вот так. На самом деле, показатель pH, ну там про какой-нибудь плащем, крем или шампун. Имеет pH 7,25. Имеет pH 6,98. И так далее. Ну что это за цифры такие? А это вот какие-то цифры. Показатель pH достаточно нехудрая. Такого ужасного слова можно читать, что хотел бы послушать. Логарифм. Кто-нибудь слышал про логарифм? Что-то там связанное со степенью. Да, да, связанное со степенью. Так вот, нормальное толковое отопление pH. pH – это обратный десятичный логарифм от концентрации ион водорода. Но поскольку вы не знаете, что такое логарифм, то запомните простой достойность шума. Показатель pH показывает, сколько ион водорода в данном раздороде. Показатель pH показывает, сколько ион водорода, то есть концентрация ион водорода, в данном раздороде. Чем больше значение pH, тем меньше водорода, соответственно, в этом ростове идем водорода Идея понятна? Хорошо А детей в чистой воде, вот чистая вода В неидем водорода вообще есть, ребят? Есть, мы только что говорили, вода без сыр Поэтому у чистой воды pH равен 7 7 градусов pH, так говоря Это показатель нейтральной среды Не кислый и не щелочный Нейтральная среда имеет pH 7 Теперь, мерею размер раствора pH уменьшается 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Вот это была нейтральная среда Это другие прогрессы, в них другие растворы При переходе на единицу в логарифмической шкале Значение величины изменяется на порядок в 10 раз Поэтому сравниваем два раствора pH 7 и pH 6 В каком из них больше ем водорода? В pH 6 В pH 6, во сколько раз? В 10 раз Хорошо, а теперь сравниваем два раствора Нейтральная pH 7 и вот эта, pH 1 В 6 степени? В 1,000,000 раз больше В 1,000,000 раз выше концентрация ем водорода В 6 степени 10, кажется В 6 степени 10, это единица из 6 землей В 1,000,000 раз В 1,000,000 раз концентрация ем водорода выше А что это значит? Это какая кислота? Сладенькая или сильная? Сильная Очень сильная Надо сказать, что в рамках биологии Это вполне смыслная причина Как раз, если у вас все в порядке с матом То pH вашего желудочного сока Где-то в районе единицы Дело в том, что желудочные железы Выделяют аж фору Соленую кислоту И не слабенькую, а такой боевой раствор Она необходима для целого ряда вещей Связанных с пищеварением То пожалуйста, не думайте Что соляная кислота переваривает пищу Вот что она не умеет Так это она не умеет сыграть У нее там другие задачи Хорошо А теперь начинаем увеличивать Знависимые 8, 9, 10 И дальше В эту сторону Вот нарастать какие свойства Расхода Кислотная Или основная Основная Но самое сильное основание Называется челочное То есть Если значение h Лучше 7 То у вас И слабо щелочное Ну и вот такой Матерый Щелочной Расход Вот Значения pH Для биологии Не просто важны А очень важны В зависимости от этого Регулируется А иногда просто убивается Тот или иной процесс В клетках вашего тела В органах вашего тела Редактор субтитров А.Семкин